Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Сельское хозяйство – удивительная, многогранная отрасль. Убеждаюсь в этом практически каждую неделю, бывая на съемках в Нижегородской глубинке. Чем только у нас на селе люди не занимаются. Выращивают арбузы и дыни, разводят фазанов и страусов. Но самое главное – люди на селе в постоянном поиске. Они ищут и находят свою нишу в этой многогранной отрасли, с успехом ее развивают. О тех, кто нашел себя в сельском хозяйстве – мой сегодняшний рассказ. Даже специалист с первого взгляда не определит, что за культура растет на этих полях. Это газонная трава. Вот такой у нас газончик. Давайте раскатаем. Рулонным газоном сельхозпредприятие «Медвежья поляна» занимается уже 10 лет. Работают здесь 25 человек. Обрабатывают 450 гектаров земли. Кстати, «Медвежья поляна» – это название ближайшей деревни. В честь ее и предприятие назвали. Предприятие существует уже около 10 лет. Целевое направление – это рулонный газон, производство рулонного газона. И факультативно мы занимались производством декоративных растений. А в этом году решили профессионально сделать питомник по всем стандартам. Вот то, что вы видите. За рулонным газоном и за декоративными растениями сюда едут покупатели со всего Поволжья. Саратов, Казань, Тольятти, Самара, Нижний Новгород. Казалось бы, чего проще – вырастить траву. Но вырастить хороший газон далеко не просто. Все начинается с семян. Они здесь особенные, с очень мощной переплетающейся корневой системой. Ведь именно корни не дают разваливаться этому рулону и позволяют скатывать его, как ковер. Для таких семян нужна и специально подготовленная почва. Для выращивания газона специфическая подготовка почвы нужна под посев, во-первых. Это не зерновые, которые можно там спахать, закультивировать и сеять. Здесь нужно работать с фрезой, несколько культиваций. Нужно выравнивать поле, потому что всякие неровности, ямы, возвышенности чреваты потом вымоканием газона, из-за которых потом образуется брак. И все это складывается на себе стоимость. Во-первых, как я уже сказал, специфическая подготовка почвы под посев. Потом, когда газон всходит, два раза в неделю козьба, подкормка минеральными удобрениями, три раза в сезон, прикатывание. Ну и через два года срезка. Целых два года нужно ждать результата своего труда. Для сравнения, зерновые дают отдачу максимум через год. Это озимые, которые осенью сеются и на следующий год осенью убираются. А яровые зерновые весной посеял, осенью убрал. То есть результат труда через полгода получишь. А тут целых два года жди. Да не просто жди, а ежедневно трудись на этих полях. Подкармливай, поливай, борись с вредителями. В питомнике с декоративными растениями работы еще больше. В питомнике с декоративными растениями нужен постоянный мониторинг болезней и вредителей. Практически каждый день нужно проходить все поля, осматривать, не образовалась ли какая-то плесень. Какой-то жучок не появился, который лист подъедает. Потому что если это пропустить, неделя, это все уже карантин, это массово и очень трудно все это потом вытравливать. Скажите, а неужели даже на газонной траве есть такая проблема? Ржавчина, мучнистая роса, все может быть. Все постоянно отсмотреть, обрабатывать. Каждые 10 дней мы обрабатываем питомник от болезней и вредителей. А еще для выращивания газона нужна своя особая сельхозтехника. Травяная сейлка. Ну, сейлка, наверное, распространенная. Косилки специфические, чисто для газона используются. По срезке комбайн тоже специфический. Мы сейчас будем на производственной базе, я вам покажу их. Вот этот комбайн срезает верхний слой почвы, не повреждая корни травы и скручивает газон в рулон. Но если каждые два года срезать с поля верхний плодородный слой почвы, то через несколько лет его совсем не останется. Как тут быть? Срезаем один сантиметр почвы вместе с газоном, который потом взобновляется вот этими сидератами. Мы же все это перепахиваем в итоге, всю эту зеленую массу. Плюс газон, когда мы косим в течение двух лет, сыпятся вот эти травинки, которые мы срезаем. Они постоянно осыпаются. И это тоже образует полезные вещества для почвы. И все это возобновляется. Ну и заканчивая разговор о газоне, рекомендации тем, у кого он уже есть на своем участке. Или кто планирует в ближайшее время заняться этим делом. В домашних условиях я бы просто проводил подкормки, вовремя косил, аэрацию весной. И болезни могут появиться, конечно, даже если проводить подкормки, потому что появляются они от избыточной влажности. Идут дожди, там неделю, две, три, может появиться мучнистая рассадка. По мере обнаружения чего-то подобного, просто опрыскивать фунгицидами и все. А аэрация, это просто, наверное, прокалывание, скорее? Прокалывание, да. Ну, в домашних условиях хотя бы там граблями просто пройти. А вы что думали? Купил газончик, раскатал его на участке и все? Сиди, наслаждайся? Нет. За любым культурным растением, в том числе и за газоном, нужен уход. Это только сорняки сами по себе растут. Ну все, с газоном разобрались. Теперь пройдемся по питомнику с декоративными растениями. Их здесь около 50 сортов. Совсем маленькие, можно сказать, крошечные и довольно большие, высотой в несколько метров. Стройные, миниатюрные и пузатые, шарообразные. Самая продаваемая, самая востребованная культура из декоративных растений – это туэсмаркт. Они дальше у нас растут. Вот их почему-то люди любят, покупают больше всего. А так, есть шариковые туэ, есть колоновидные. Там у шариковых тоже есть зеленый окрас, есть желтый окрас. Там голден глоб, хозыри, смаргды. Очень много наименований, много сортов, много подвидов. Под землей по всему питомнику проложены трубы для полива. Все же вода – это основной источник питания растений. Ни одно растение не будет нормально расти и развиваться без воды. Это самое главное. Как только мы заложили этот питомник, мы быстро, оперативно закладывали себе подземные коммуникации, системы полива и раскатывали капельную трубку. Но вот здесь капельные трубки 10 километров. Только в питомнике в этом. А для газона, ну, там же не капельная труба, у нас ирригационная система, сплинкер стоит, и к ней уже труба от нашего водоема, ну, километра два там трубы. Ну, должен с достаточным запасом воды быть еще и водоем, наверное, для этого. Ведь вы его в сухой год можете выкачать. У нас свои пруды, мы сами делали плотины, мы как бы с этой стороны подстраховались. Здесь, в питомнике, все оттенки зеленого, а еще красного, желтого, белого. Агроном Галина Объедалина каждый день обходит эти пять гектаров и внимательно присматривается к каждому растению, высматривая мелких жучков и мошек. А вы что думаете, такую красоту вредители не едят? Еще как едят. Конечно, есть вредители, и мы боремся с этим. Вот, через две недели, в основном, вот, начиная с мая месяца, даже не с мая, как позволяет температура для борьбы с насекомыми, и начинается у нас обработка через две недели. Ну, как бы, есть очаги, обрабатываем постоянно, а потом уже для профилактики, постоянно меняя фунгициды. Раньше Галина Анатольевна выращивала декоративные кустарники только у себя в полисаднике, а сама работала на семенной станции. А теперь вот занимается этим уже на профессиональном уровне. Раньше вот это все декоративно-лиственные кустарники, как было, это было мое хобби. Начиналось просто с хобби. Литература, где-то дома ландшафтным дизайном немножко занималась. Вот, и в течение вот 7-8 лет вот к этому и пришла, к этой работе. Как Александр Васильевич мне скажет, работа нравится, иногда во сне снится. Прекрасно, когда хобби и работа совпадают. Тогда человек отдается любимому делу по полной. А уж когда весь коллектив состоит из единомышленников, они горы свернут. Лично мне моя профессия нравится. Я по образованию агроном. Вот, я занял эту нишу, и мне нравится все это. Сейчас вы видите минимальные наши амбиции, то, что мы решили сделать. Все это мы сделали с апреля месяца этого года. То есть, вот, год. Планируем, будем расширяться, да? Расширяться планируют как количественно, так и качественно. Расширять ассортимент и уходить от сезонности. Хотя в этой сфере последнее сделать сложно. Никто не будет покупать и сажать растения зимой. Но вот обеспечить себя зимой работой вполне реально. На следующий год будем закладывать теплицу на тысячу квадратных метров. Будем выращивать черенки декоративных растений. Вот такое оно многообразное, разноплановое это сельскохозяйственное производство. Если подумать, поискать, то в сельском хозяйстве всегда можно найти свою нишу. И успешно заниматься аграрным бизнесом. Это очень прибыльный бизнес. Для того, чтобы вырастить качественный продукт, ну хотя бы даже ту же газонную траву, растениям нужно дать дополнительное питание, то есть удобрение. И за этим далеко ездить не надо. Удобрение сегодня производится в Нижегородской области. Микромаг, Экомаг, Микроэл, Страда, Волжские моноформы. Эти удобрения сегодня хорошо известны сельхозпроизводителям по всей России. А производятся они в Нижегородской области. 15 лет назад компания Волжский Биохим сделала ставку на жидкие удобрения, которые имеют целый ряд преимуществ перед аналогичными сухими. Мы за счет наших индивидуальных рецептур, за счет того, что наши удобрения высоко концентрированы и имеют большое количество микро- и макроэлементов в своем составе, то есть мы имеем за счет этого преимущества. Помимо микроэлементов и основных элементов питания в составе есть органические кислоты, витамины, которые позволяют дать растениям антистрессовый эффект, повысить их иммунитет. Прежде чем попасть в производство, все удобрения от компании Волжский Биохим проходили различные испытания в аграрных НИИ. Сегодня же положительную оценку этим препаратам дают сами сельхозпроизводители. С Волжский Биохим мы работаем давно. Закомендовал себя как хорошая фирма. Это можно оценить с какой стороны? Тем, что обработают оперативно, во-первых. Это самое главное. То есть вечером заказал, утром привезли. Исходя из опыта, могу сказать, что у них все соответствует. Мы особенно используем на кукурузе. В этом году будем использовать активно на рапсе. Многие сельхозпроизводители обратили внимание на Страду-Н с высоким содержанием азота. Листовая подкормка удобрением Страда-Н позволяет на 30-50% снизить затраты на азотные удобрения. Можно купить тонны минеральных удобрений в сухом виде, раскидать их на площадь. Но все эти удобрения в связи с разными условиями, погодными, засуха или что-то там еще, другие виды причин, они не подействуют. Не подействуют. А здесь очень большая эффективность действия этих всех веществ. Жидкие минеральные удобрения – очень хорошая впитаемость в растениях. То есть есть возможность применения в засуху, в жаркие погоды. Это особенно важно, так как именно в засуху в растениях наибольший дефицит питательных веществ. Еще одно преимущество – жидких удобрений. При их использовании не нужно покупать дополнительную технику. И для их внесения даже не надо специально выгонять в поле трактор с опрыскивателем. Мы применяем их вместе в баковой смеси с обработкой гербицидами и инсектицидами. Это тоже очень важно. Это дает само по себе экономический эффект. Сегодня компания «Волжский биохим» производит 11 продуктов для любых сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Нижегородской области. 9 – для листовой подкормки растений и 2 – для предпосевной обработки семян, что особенно важно. Именно обеспечить растения в период, когда только высевается семена, здесь очень важно. Так как растение не может еще самостоятельно питаться, то есть необходимо дать толчок для развития. Для этого идет обработка семян, что обеспечивает оптимальную площадь питания вокруг семени, что позволяет ускорить развитие всходов, развитие корневой системы. И в дальнейшем растения уже готовы поглощать элементы питания из почвы. Компания «Волжский биохим» не просто сама производит и продает удобрения, но и предлагает полное техническое сопровождение своих продуктов. Оказывает консультационные услуги, подсказывает сельхозпроизводителям, как наиболее эффективно, с наименьшими затратами, использовать жидкие удобрения. Специалисты нашей компании готовы приехать в хозяйство, оказать необходимую агрономическую консультацию. Также по желанию отобрать почвенные образцы на исследования. И на основании данных, которые есть в хозяйстве, и данных, которые получаем мы, готовы подобрать ту систему питания, которая позволяет получить максимальную урожайность, высокого качества сельхозпродукции. Приятно работать с специалистами, опять же, этой компании. Всегда готовы ответить на любые вопросы, что касаемо дополнительной информации про продукцию, и также опыт других хозяйств, оперативно отзываются на наши заявки, сами доставляют продукцию в наше хозяйство. По любому звонку всегда готовы прийти на помощь. Это особенно приятно с ними работать. Бывает, что очень быстро надо привезти, и тут они работают замечательно. Созваниваемся, договариваемся о цене. Все соответствует договорам, то есть никаких изменений не происходит. Они привозят, как и обещали. Все, без исключения партии удобрений, произведенных компанией «Волжский биохим», проходят проверку вот в этой лаборатории. Здесь же разрабатываются новые продукты, которые в ближайшее время пойдут в испытание, а в дальнейшем и на поляне Жегородской области. Еще раз хочу подчеркнуть, «Волжский биохим» – это не посредник, не дилер, а производитель удобрений. Соответственно, покупая продукцию напрямую у этой компании, можно быть уверенным в самой низкой цене. Что особенно важно для нас, знаете, что в сезон особенно не хватает денежных средств, то здесь предоставляет возможность оплата своей продукции производить осенью, уже после реализации зерна. Подходы у нас гибкие, естественно. То есть мы понимаем, что сельхозпроизводители, они чаще всего не имеют возможности платить 100% сразу и заранее. Поэтому к каждому клиенту у нас свой подход. Мы всегда можем предоставить какие-то индивидуальные условия. И, конечно же, всегда можно договориться о поставке нашей продукции. Восемь урожаев – любая зелена, садовод, фермер. Эти удобрения придут на помощь садоводам и огородникам. Их отличительные черта – небольшая фасовка и высокая эффективность. Ну, а сельхозпроизводители могут купить удобрения «Волжский биохим» напрямую у производителя в Нижнем Новгороде. Уже сегодня компания готова отгрузить любой объем своих препаратов. Сейчас у нас в программе короткий блок рекламы, после чего я продолжу рассказ о селе и его обитателях. Продолжаем программу. Хочу похвалиться. Помимо передачи «Земля и люди», которую вы сейчас смотрите, я несколько лет назад начал писать деревенские рассказы. Ну, вернее сказать, не писать, а записывать. Поскольку программа «Земля и люди» существует уже 19 лет, и, бывая на съемках в районах области, очень многое остается за кадром. В том числе и очень интересных, забавных историй. Вот эти истории несколько лет назад я и стал записывать. Набралось их довольно много. И некоторыми из этих историй я хочу сейчас поделиться с вами. Деревенская свадьба. Съехались родственники невесты со всей округи. Как обычно, все спят в повалку в доме родителей. Кто на кровати, кто на полу. Мужики в синях просто бросили одеяло на пол. Все равно всю ночь пьют, а после этого им все равно, где спать. Но самого почетного гостя, дядю невесту, в одиночку на печку спать уложили. Все же самый близкий родственник. Утром будет его, а ему что-то не здоровится. Говорит, я полежу еще немного, может пройдет. Два дня он так на печке, не слезая, лежал. Ни на какие уговоры не поддавался. И только на третий день мать невесты, его родная сестра, вспомнила, что на печке в углу фляга с брагой стоит. Залезал проверить. Половина фляги, как не бывало. Выпил брат брагу за здоровье молодых. Но как? Ни кружки, ни стакана на печке нет. Как пил? Чем пил? Голова-то во флягу не лезет. Близкий родственник невест отпираться не стал. Он брагу из фляги калоши черпал и пил из этой калоши за здоровье молодых. Такая у него была любовь к племяннице. Да, спасибо. История, которую мне рассказали в этом году, уже следующая история. Это история свежая, совсем свежая. Приехал в русскую деревню, что в российской глубинке грузин. Армейского друга навестить. И приглянулась ему сестра друга. А он ей приглянулся. В итоге через год свадьбу сыграли. Жить решили в России. Молодожены переехали в областной центр, устроились работать на завод, жили и по сей день живут счастливо. И каждое лето в отпуск выезжают в ту самую деревню к родителям жены. По хозяйству помочь. Грядки вскопать, картошку убрать. Одно лето выдалось особо жарким. С дятя просто под градом течет. Вот теща ему говорит. Иди вон на пруд, у нас сразу за огородом. Скупнись, легче станет. А зять плавать не может. В горах вырос, негде было учиться. Да там у нас мелко не утонешь, говорит теща. И он решился. Разделся, зашел в воду. Одно покатое и глинистое. Подскользнулся и покатился в воду. Испугался страшно. Руками по воде колотит. И вылетело у него из головы русское слово «тану». Никак вспомнить не может. Но на помощь-то звать надо. И он с трудом, подбирая русские слова, позабытые со страху, закричал. «Последний раз купаюсь!» «Купайся, сынок, купайся!» Крикнула в ответ теща, махнула рукой, отвернулась и продолжила копаться в грядках. С тех пор он в воду не ногой. Программа «Земля и люди» подходит к своему завершению. А это значит, пришло время нашей рубрики «Клуб». Слушаем хорошую песню и, по возможности, подпеваем. Казачья воля Ни на что не променяй, Казачья воля Тянет мне ко терему Рученики поджавши Тянет мне ко терему Рученики поджавши Перед ней стоит козла Куражечка сняши Перед ней стоит козла Куражечка сняши 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 Чем на тихий дом пойдёт, там все денежки пропьёшь. Чем на тихий дом пойдёт, а тец мать будут встречать, Что будет те отвечать, а тец мать будут встречать, Что будет те отвечать. Мы напьёмся попьянее и ответим, просмелим. Есть вино, вьём её, нет ли, напьём лояду, Ни на что не променяем казачьи лояду. Есть вино, вьём её, нет ли, напьём лояду, Ни на что не променяем казачьи лояду. Есть вино, вьём её, нет ли, напьём лояду, Мы напьёмся ворону, там и будут рады. Это всё, о чём я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю. И, как всегда, будем говорить о жизни, О простой деревенской жизни, без прикрас. Увидимся. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова